сегодня у нас воскресенье 7 число июля я как-то с бухты барахта решил съездить в гатчину еду любую северному лесу вот он красавец рябинка елка вот картины шишки на хорошо передает эту атмосферу единственно чего не передают это запах запах изумительный березки ой господи зацепился здесь и черничник и брусничник рябинка еще не левая вот у брусника на пеньке тоже зеленая хорошо бруснику собирать грознями растет такая обочина вполне привычная она все здесь красиво так что вот Кажется, листочки клейкие, но нет, это только блеск. А вот одинокий Иван-чай, как тебя, брат, занесло-то, а? Сюда, что ж ты один? Можно листиков набрать, да посушить, красота. Вообще если задуматься, то слово север вызывает двумя такие представления, снег, зима, безлюдья, скудость во всем. Однако вот посмотришь на северную природу летом, залюбуешься. Вообще я каждый день езжу в Ирицу, хотя не всегда бывает солнце, но все равно небом можно более-менее полюбоваться. Какое здесь отменное небо. Единственный минус, еду я по Псковской дороге, по которой разрешено движение к большегрузному транспорту. Фуры здесь, конечно, просто свирепствуют, особенно если сильное встречное движение прямо тебя выпирают на обочину, а могут так загутеть, что подскочишь в седле. Нам тут километров 10, наверное, не больше, а дальше уже пойдет другая дорога. Вообще красиво. Отменные виды. Вот гигантский борщевик. Сезон здесь весенний, был тоже дождливый, как на Украине. Какой вымахал, а? Эта вот моя голова находится на уровне вот этого узла. Немал-то, брат. Привет. А вот ромашки. В этом году их тоже изобилие, и на пути вырится множество. Таким теплым медовым духом несет от травы, когда солнце пригревает. Сладким. Даже таким немножко тяжеловатым, но приятным. Черт возьми, шьет, побежи. Вот ромашки. Да, вот дух идет прямо из травы. Здесь она на западной стороне. Хорошо прогреты сейчас. Какие вы огромные. А вот уже кустик. Иван-чая. Здесь его будет много. Огромные плантации нас ждут впереди. На обратном пути, может быть, на этом не поленюсь. Нарву себе и сушу сегодня в печке. Главное, а Иван-чая, не пересушить. А это что такое? А, это ромашки с кем-то сплелись. Я уже думал, неужели это гибрид? Вот ромашка. Вот еще какое-то растение. Мне показалось сначала. Это одно растение. Клевер, масса. Даже жар как-то меня тут пронял. А вот уже в тортаной воде, коричневой и коричневой тёмный. Похожий на крепкозаваренный чай. Цветут кувшинки. Красота. Ой. Бахнулся я когда-нибудь. Некоторые вам прям под водой цветы оказались и засосало. И они прям колышутся под водой. Вот тут, например. Обомжелый бетон. Мхи здесь тоже красивые. Я помню из Карелии многие туристы в коробочках вразили мхи. Как их много. А вон огромный борщевик среди деревьев. Ну тут уже вообще гигал. За три метра, наверное, высотой. Да. Мхи в Карелии разных оттенков. Просто произведение искусства. Можно выбрать на свой вкус любой. Раньше в детстве мы во время походов по лесу пили эту оболотную воду. Не боялись. И если там было много остатков твердых торфяных. Просто бросали тряпку или подол рубашки в качестве фильтра на воду и пили оттуда. Из желобка. Да, тогда не было проблем с экологией. Никогда ничего с животом не бывало. Вот начались уже целые колонии ванчая. А дальше будут большие поля. Почему-то он любит селиться под линиями высоковольтных электропередач. Наверное, потому что здесь меньше тени. Любит он свет, тепло. Вот и колокольчики. Красивое. Такое впечатление, что они флорисцируют. Даже светятся как-то. Внутренним светом. Вон и ванчая уже пошел. На той стороне дороги. Видно, как просека под глеб зарастает и ванчая. Видимо, здесь недавно скосили подлесок и траву высокую. Но не везде. Вон какие гиганты стоят. Он заслужит особого внимания. Самозванец. Никто его не приглашал. Сам вырос. Самопровозглашенный король Абоча. Его величество Борщевик. Мотовеган. Листочки какие-то особенные. Подумал, пропал во мне Паганель какой-нибудь ботаник. Но нет. У меня не научный. У меня чисто эстетический интерес к этому. Наверное, Паганель таки во мне отсутствовал. Вот вид тоже чудесный. Как окрасились верхушки деревьев. Чуть присохли. Это осинка. Я думал, ольха. Нет, осинка. Молодая. Вот. Интересно, листья как отличаются. Вот типичная осиновая листья. Такой еще скругленный. И зубчатый. А здесь как сердечко. На том же дворе. Вот и пхи. И у них тоже приятный запах. А, чертовски острый. Как у спирта. Но своеобразный тоже запах леса. Вот такая вот она, северная эта природа. Здесь почти один листочек. Вообще почти. Ау. Ах. Светится. Солнце сквозь него пробивает. Ах. Светится. Вот тоже красивый пейзаж болотца. Елками поросшие, березками как обычно. Чуть-чуть уже затянувшиеся, подсохшие. Но и с камышом. Все как положено. Ось. Ха. А тут-то канала. Как бы мог я в нее погрузиться. Хорошо смотрел. Чик. Да. Небо здесь красивое. Вообще какая-то цельная картина получаете. Все друг с другом вяжется. А лес. Лес. Еловый густо. По краям болота. А вот арха. И большая канала с рязкой. Такой типичный лесной пейзаж. Натолкнешься на такую в лесу. Ищешь обход. В сапогах уже здесь. Не пролезешь. Далеко не бревно перекинуто. Если пройдет. Остатки каких-то старых непонятных строек. Просек дорог. Я имею в виду в лесу. Здесь то ясно. Здесь просто дренажный канал. Старая была вдоль дороги. Такой отдаленный как бы гром. Здесь рядом Гатчицкий аэродром военный. Ремонтный завод. Одно время несколько лет. Над моим домом в деревне. Летали каждый день по одному и тому же маршруту. Ка-50. Это черная акула в парке. Все время. Ну курсанты тренировались. Пилоты. Все как обычно. Тренировочная рутина. Но низко летят. Очень. Так вот незаметно для себя и как-то очень быстро. Время не протянулось. До поворота на Гатчину приехал. Можно ехать и направо. Там будет имение недалеко. Прадеда Александра Сергеевича Пушкина и Ибрагим Петровича Ганнибала. Имение Асуйда. Апроксина по-моему он его выкупил. Не помню. Или Апроксин. Апраксин у него. Неважно. Места здесь знатные. Петр Первый. Свое ближайшее окружение наделял землями в этих краях. Ценились. Ну все уже от этого поворота. Можно считать что Гатчина совсем рядом. А вон дорога закрыта. Вот на Виолике хорошо по таким дорогам ездить. Незаменимое дело, Виолик. ОПЕРАТО Muss на дноу.